Я могу понять, что вы эффективны, что это принесло, что вы эффективны. Именно в ваших местах, которые вы эффективны, вы эффективны и не оплаты. Алло. Здравствуйте. Да-да. Елена Юрьевна, пригласите к телефону. Представьтесь. Это компания МБА Финансов. Специалист Груздева Екатерина Анатолия. Именно Роскровок записывается. Я вас с вами беседую, верно? Со мной. У нас много из компаний МБА Финансов по вопросу вашей задуманности. Перед банком НТФ нецелевой потребительский кредит от июня 2020 года, просрочка 56 дней. На 20 тысяч 842 рубля 9 копеек, сумма толка, которую необходимо оплатить не позднее, чем сегодня, а максимум завтра. Оплата в какой из этих дней от вас поступает, если вы, конечно, не отказываетесь от оплаты? Я уже неоднократно отвечала таким же, как вы, что я не намерена обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами, о которых не была уведомлена. Да что вы говорите, у вас банк должен был уведомлен. Аргументы пошли серьезные, да что вы говорите, это, конечно, весомо. Сейчас перевернули вы ход беседы. О, сейчас хабалить начнете, да, по старой доброй традиции к МБА Финансов? Зачем? Ну я не знаю, зачем вам это надо, зачем-то почему-то звонящие из этой компании так делают. Я не знаю, я не собиралась. Ну не собирались, и слава богу. Что почему? Я спрашиваю, я же вас не сравниваю со всеми должниками, которые уклоняются от погашения долга, берут кредит. Но, послушайте, когда вы работаете в компании, которая обладает определенной славой, будьте готовы к тому, что вас будут приравнивать к другим сотрудникам. Что ж тут удивительного? Ну, к сожалению, я работаю в этой компании, и от счастья, возможно, да, я знаю, Елена Юрьевна, что такие вот люди, возможно, как вы, берущие кредиты в самоизоляции, наверняка берут кредиты с целью его. Вот, смотрите, смотрите, вы пытаетесь сейчас, вот вы не отличаетесь, не отличаетесь от других сотрудниц, вы попытались только что оказать на меня психологическое воздействие. Но я очень морально устойчивый человек, и тем более от сотрудников МБА финансов, я никак не воспринимаю какие-то ваши эпитеты, потому что в ваших сентенциях я не нужна, не нуждаюсь абсолютно. Я точно так же аналогов провожу, как и вы. Вы меня сравниваете с кем ты, я вас сравнила. Ну, так, смотрите, смотрите, вы сейчас в своей попытке сравнения уподобились другим сотрудницам, чем доказали, что вы ничем не отличаетесь. Вот и все, вот и все. Ну, хорошо, я в принципе не хотела вас как-то опровергать. Ну, и согласна, что вы хабалка, да? Зато честно. И на этом спасибо. Нет, я не согласна, но я приобретаю с пустой пустой пучки. Да все уж поздно. Мне никак ваше мнение. Да, 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 да. Но, в общем, вы меня поняли, вы меня услышали? Я не услышала ни одного ответа касаемо вашей задолженности. Да, и не услышите, потому что уведомления, согласно 230-му федеральному закону, направлено не было. Либо было, но еще совсем недавно, поэтому оно до меня не дошло. Как только оно до меня отойдет, так я с радостью, вот прям с придыханием буду обсуждать с третьими лицами свои финансовые вопросы. Пока этого не произошло, я не могу этого делать. Я спросила про оплату. Еще раз повторяю, до тех пор, для тех, кто на бродневичке, я понимаю, что с определенным интеллектом берут в МВА, до тех пор, пока от кредитора уведомления в законном ключе не поступило, я не могу обсуждать с посторонними людьми свои финансовые вопросы. Понятно? Хорошо, я тогда фиксирую укладение от соглашения задолженности. А в опрямление можете зафиксировать? А то слово-то такое, вы уклонение, кто-то придумал, не очень умный. Ну, кто-то придумал, да. Ну, да, ну скажите ему, что он дурачок. И, естественно, будучи умным человеком, скажите мне, пожалуйста, как вы, как вы докатились до слова, что вы берете к везде, что вы берете к везде и не можете заработать в сентябре. Кто это говорит, господи, ой, смотрите, вот вы опять непоследовательная. Я вам говорила несколько минут назад, но вы, к сожалению, были заняты тем, что пытались там какие-то показать на меня психологическое воздействие, не услышали меня. Еще раз повторяю, я не нуждаюсь в вашей сентенции, кошечка моя. Ну, открываем ушки и слушаем внимательно. И ни в коем случае вот какие-то эпитеты от таких, как вы, я не воспринимаю. Ну, господи, ну, вам-то до меня. Я, может быть, как-то там и не очень хорошо поступаю, да, с точки зрения морали. Но, но, вам-то до меня, когда Киева раком еще ползти и ползти, ну вы че, вы же там вообще где-то на уровне плинтуса. Так что все, хорош, прекращайте, не сработает, ничего не получится. Елена Юрьевна, это вы должны с банком примерно вот... Ну, так, а вы телефонная попрошайка, ну, господи, ну кто из нас, кто из нас, вот эти люди мне запрещают ковыряться в носу еще. Ну, прекратите. Это вы спросите к кредитам по банкам, ходите, ротите. О, вот, видите, и снова попытка психологического воздействия. Вот снова и снова. Вот вы не способны, вроде бы нормально общались, но вы не способны нормально общаться, потому что из вас говнецо прет, ледит, вас просто распирает. И вам все равно слушают, вам не слушают, главное, пока рот ничем не занят, в срочном порядке пропукаться, потому что такой возможности может больше и не быть. Сейчас трубочку повесили и снова рот занят, да? Поэтому, поэтому, но я, конечно, понимаю таких, как вы. Вы работаете или денежек нет? Я, конечно, понимаю таких, как вы, но это не дает вам право, это не дает вам право свою вот неудачу в своей жизни перемещать на других людей. Вы могли бы, вы могли бы пойти поплатить, если бы у вас были денежки, как вы говорите, вы могли бы пойти там к психологу, у него потратить, потратить деньги и получить полезную услугу. Вы могли бы, если бы у вас были друзья, с друзьями поговорить, либо с супругом, если бы он у вас был, но, к сожалению, видимо, нет никого. И вот единственная, единственная возможность ваша проболтаться, это вот так найти себе такую работенку, на которой вы там сидите за свои 10 тысяч и радуетесь, и строите себе безумно успешную мадаму. Прекращайте, все про вас все знают. Прекращайте вы. Да я только начала, господи, вы еще не знаете моих возможностей. Вы же понимаете, все-таки, что вам начисают пени и штрафы? О, нет, только ни пени, ни штрафы, нет, нет, в свое сердце. Боже, как же это ужасно, я так боюсь пени и штрафов, они так на меня влияют, я просто как... Лежа в теплой воде ванной комнаты, я борюсь с искушением лезвия. Вот, вот, конечно, я так переживала, я с ума просто сходила. Ой, господи, какова... Я не обладаю таким голосом, но вы можете заработать, пожалуйста. Да вы мозгами такими не обладаете, поэтому и работаете на такой работе. Ну ничего, ничего, такие как вы тоже не нужны, если бы не вы, у меня в контенте не было на канале. А так, благодаря таким, как вы, люди какие-то послушают и улыбнутся. А почему у вас нет, а контент на канале есть? Да как, кто же вам сказал, что у меня их нет? Я с вами не обсуждала, смотрите, вы сами с собой поговорили вот все это время. Я разговаривала, там вам пыталась что-то долбить, долбить вашу головешечку крохотную, тупую. А вы в это время все там болтаете и болтаете сама с собой. Я вам в начале разговора сказала, что финансовые свои вопросы я не буду с такими, как вы, обсуждать. Потому что вы, никто из вас, вас никак, юридически. Понимаете? А правда, у вас терапевт советует? А тем более, персональные данные свои я не могу обсуждать с проходимцами телефонными. Ни в коем случае. А, например, 916, это ваш номер, да, на который я сейчас звоню? Нет, номер, на который вы звоните, это номер моего соседа. Он быстро прибежал, мне дал. У нас один на двоих с ним. А ваш какой тогда? 02. Ну очень жаль. Ну а что, что поделаешь, жизнь-то у нас какая пошла. На канале присутствует, а мартиного телефона не может. Ну на канале присутствует. А в этом где-то банали присутствует. А может быть вам вдруг полбанит? А может вам нахер со своими советами сходить? Ну так, для разнообразия. Как вы на это смотрите? Поверьте, когда вы даете незнакомым людям советы, о которых вас не спрашивали, будьте готовы, что вас отправят по адресу, по которому вы идти не собирались. Да, да. А потом не думайте, когда меня сейчас отправляли. Ну так вот, вы же мне советы начали давать. Я вам советов никаких не давала. Это вы вот... Опять-таки, это про ваше одиночество история. Это про то, как страдает ваша душенька бедная и говнецо, вот это в вас, которое накопилось, и вам некуда его деть. Ну, что такое? Ну, можно же пойти утопиться и не мучить людей вокруг. Ну, повторяйте. Сильно, Майюрика. Повторяйте. Зачем же по второму кругу это все говорить? Да, ну до вас же не доходит. Вам приходится по 15 раз. Если интеллект, как у инфузории туфельки, то о чем можно говорить? Конечно, приходится по 15 раз повторять одно и то же. А то вы, как рыбка Дори, отвернулись и уже забыли, что происходило в жизни. Вы еще не знаете, что-то из-за дополнительного, контактного. Чего, чего? Чувак, вот вы еще не слышите со старого раза. Дуреха, так я же разговаривала в этот момент. Я не могу и говорить, и слышать. Вы же там что-то пу-пу-пу-пу-пу-пу. И, конечно же, это невозможно. Ой, господи, генераты. Вот вы полностью... Ирина, Ирина, вот вы мне говорите все то, что... Ну-ка, ну-ка. То, что я говорю еще раз. А вы слушаете, Ирина Юрьевна, несколько раз вас меня слушаете. Итак, вы за мной делали... Вы вернитесь в собственной реальности. Я вас переспрашиваю, потому что я не слышу. И вы мне говорите, что вы меня слушаете по несколько раз меня слушаете. Вот это перла, конечно. Ну, достойная МВА. Вот видите, как оказалось, как оказалось. Все мои выводы были правильными. Ну, давайте, пышьтесь дальше, давайте, давайте еще подискутируем. Вы попробуете, может, у вас что-нибудь получится. Может, вывезете все-таки. Первая сотрудница МВА будет, которая вывезет. Нет, ну нет, ну что за скукотища такая. Не умаляйте. Давайте, давайте. Ой, да, конечно, вот, конечно. Не калечаясь, что там не возможно. Не умаляйте. Я умаляю исключительно ваше достоинство, мадам. Я смотрю, все-таки зацепила, потому что вы думаете, что вы вот такими выражениями вы кого-то сможете зацепить. Вы от этого повторили, это 17 раз. Нет, я думала, что у нас было задумано, но вы смиритесь с тем, смиритесь с тем, что вы осуществляете бесполезные действия. И все ваши слова, они вот как вылетают из вашего рота, рота, так вас и уносит, так и уносит, так ветер куда-нибудь далеко-далеко, потому что я не воспринимаю всерьез телефонных попрошаек. Телефонных попрошаек, всерьез не воспринимаю. Вы можете куда-то там сколько угодно, вас все равно никто не воспринимает всерьез, потому что вы не больше того. Мы не сможем до вас дозвониться, потому что мне что-ли, она на телефоне. Чудо, твоя атмосфера рассказывает, все нормально. Чудо, чудо в перьях. Я говорю, я не слушаю тот бред, который вы несете. Вас это не смущает, что вас не слушает никто? Аленушка, ну алло, ну что с мозгом? Я 49 рублей 41 копейка. Вот, среди возможно ваших возможностей. Че, че несет, господи, неадекватная. Классная, врачу своему просни, пусть меняет, пожалуйста, эти уже не работают. И обязательно, обязательно повернитесь сейчас, позвоните санитара, пусть он вам снова намордник надеет. Потому что опасного для общества нужно от вас оградить. Ясно? Ай, не забывайте, благотворительная конец. Да, ты мой мой, молодец, выучила. Вот это какая умница. Вот, вот, вот. Ты почему, блин, что вы у меня уже начинаете? Ай, ой, порадовывает. Хоть кто-то доброе слово, да, доброе слово, и кошечка приятно. Наконец-то, первый раз в жизни. Не по словам твой, а ты моя кошечка. Вот, конечно. Отлично, я все, а вы должны банка. Все, отлично. Я должен банка, а ты... ...за должность. У тебя, боже мой, деваночки у нее. Ты моя сладенькая, какая молодец. Все хорошо. Ну, все, пока. Ну, все, Ольга. Новый год, 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 год. Давай, 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 пока, 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 пока. Пока.